Страница за страницей Геворг и Акоп терпеливо сканируют очередную книгу, которая вскоре окажется в интернете. Год назад студенты факультета международных отношений Европейской академии создали свой сайт. Первая всеармянская электронная библиотека уже довольно популярна. Ежедневно на сайте бывает до 400 посетителей. Цель нашей работы – сделать книги более доступными в век быстрой смены информации и бешеного темпа жизни. А сама идея создания сайта родилась из спроса в учебной литературе. Сегодня найти специальную литературу на армянском очень сложно, а в интернете ее практически нет. Все затраты по созданию раскрутки сайта ребята взяли на себя, не имея на то солидных средств и порой используя на технические нужды сумму, отложенную на оплату обучения в ВУЗе. Зато студенты их работу оценили. При помощи их детища была написана не одна курсовая и дипломная. Знаете, я порой днями, а то и месяцами искала нужную книгу, а на сайте есть практически вся необходимая информация. А главное, литературу здесь можно бесплатно скачать. Ребята просто молодцы. Сегодня на страницах Всеармянской электронной библиотеки размещено более 1300 книг по разнообразным темам. Здесь есть, что почерпнуть и историкам, и технарям, и искусствоведам. А чтобы сайт соответствовал своему всеармянскому названию, ребята разместили на нем пособие по изучению армянского языка для иностранцев. Честно говоря, у нас не было абсолютно никаких знаний по программированию. Мы начали изучать создание интернет-сайтов с нуля. Теперь у нас множество деловых и дружеских контактов, в том числе и с современными авторами, которые охотно предоставляют свои книги для оцифровки. Кстати, сейчас Георг и Акоп работают над новой версией сайта, который планируют довести до совершенства. Он откроется под новым названием www.freebooks.am и будет на трех языках – армянском, русском и английском. Элина Казарян, Карен Петросян. Для программы «Полуночники» из Армении.